Доброе утро, Полтава! Сегодня у нас 16 января 2017 года. Мы, как всегда, в офисе 1580. Узнаем, что хорошего, что плохого. Был небольшой перерыв в связи с неочистительными работами. Сергей Станиславович у нас работал в таком жестоком режиме, что его тяжело было поймать. Ну, рассказывайте, что произошло. За прошедшие сутки у нас поступила информация о нанесении какого-то резаной раны в кафе «Рубинут» вчера в воскресенье. Люди гуляли, неудивительно. Коммунальники у нас, как всегда, работают в подпусселенном режиме. Вчера основная работа проводилась по сбою сосулек и снежных обрывов на крышах домов. В принципе, успешно много адресов за вчера пошли. Сколько вышек вчера работало? Две вышки МЧС работало вчера. Сегодня уже будем договариваться, чтобы еще и наши подмальные службы работали. Ночью работала, как всегда, у нас наша техника, снега-честная, в районе 30 единиц. Основные автобусные маршруты мы прошли. Сейчас уже вышли на наше троллейбусное управление. Информация, что мы где-то стоим или где-то опаздываем, пока нет. Сергей Станиславович, вопрос. Многие болтовчане мне в соцсетях задают такой вопрос. Участок от Златомиста до ЦУМа злопереполучный. Много снега там лежит. И я видел, в пятницу не смогла вышка подъехать. Почему это все происходит, как ваше мнение? Ну, вы за ситуацию знаете. По организации город, скажем так, неградские власти это делают. Люди, ну, не знаю, самоорганизация это в некоторых случаях хорошо, но считают, что не всегда. То есть, да, действительно, возможно, хотели это с благими умыслами сделать. Но дети там катаются. Дети катаются, но сейчас вот именно проблема в том, что пока не можем... А вообще планировался участок этот вывоз снега, очистка техникой? Конечно, конечно. То есть, в этой части города особенно планировали проводить работы. Но пока сейчас, на данный момент, затруднены. Какие-то отключения? Газ, электроэнергия? Да, вчера останавливались у нас еще две котельни. Две котельни. Спортивный 3 и Квитучий 6. Ну, ненадолго, на несколько часов. На спортивном по причине отсутствия электроэнергии. И на Квитучий там был зафиксирован выток на теплотрассе. Поэтому там проводились работы. Ну, на несколько часов сейчас уже работают. Электрики нормально работают? Да. Вчера за сутки никаких проблем, никаких отключений. Ну, вот такая вот ситуация. Несмотря на то, что дороги чистятся и посыпаются, все равно скользко. Опять же, акцентирую внимание. Будьте внимательны, в частности, на дорогах. Переходите в положенном месте. Прежде чем переходить, смотрите налево-направо. Потому что, опять же, можно получить проблемы. Всем удачи и хорошего дня.